Приветствую вас и решение принимать нужно будет только вам, потому что мы как психологи не имеем права давать вам конкретные советы, конкретные рекомендации по поводу того, что вам нужно делать. То есть именно совет вы можете получить от той же мамы своей, от бабочки, от вашей мамы, да, я прочитал сообщение, где вы писали, что дочка хочет жить с мамой и бабочкой. Вы можете получить совет от друзей, от мамы, но не от нас, потому что мы не можем давать вам совет, и это наручило бы профессиональную этику. Исходя из того, что вы написали, можно сделать вывод достаточно очевидный, что мужчина по какой-то причине одновременно вами дорожит, и в то же время грубит и ведет себя неподобающим образом. Ваши опасения, они в принципе вполне естественны, они вполне закономерны, они вполне нормальны. И нужно сказать здесь, что вероятность того, что мужчина будет вести себя по-другому, когда вы переедете, очень маленькая. Потому что у него есть, как вам правильно сказал мой коллега, у него есть причины так себя вести, у него есть мотивы так себя вести, у него есть обстоятельства, которые заставляют его так себя вести. И самое главное в этой ситуации то, что мужчина, видимо, не осознает проблемы, по которой, проблемы в том, как он себя ведет, и не придает этому значения. И именно в этом, в том, что он не придает значения данной проблеме, вот в этом ответственны вы, к сожалению, потому что вы не присыпли в первый раз подобное. Вы, возможно, слишком быстро мужчину простили, вы, возможно, слишком легко отнеслись к тому, что он сделал, и теперь человек понимает, что как бы он себя не вел, вы его, скорее всего, простите, и он сможет вернуть вас вновь. И вот эту ситуацию нужно исправлять, то есть сказать ему, что он дорогой, сказать всерьез, что он дорогой, особенно после того, как он вам нагрубит, нагрубит в очередной раз, сказать ему, что вы не собираетесь жить в такой атмосфере, вы не хотите привозить своего ребенка, вы не хотите, чтобы он видел, как с его мамой обращаются. И поэтому, если мужчина своего отношения не изменит, вы от него уйдете. И нужно вот это дать ему понять, что вы хотите, чтобы он показал вам реальную работу по изменению своего поведения. Это может быть разговор об обстоятельствах, которые заставляют его так себя вести сразу. Это может быть работа с психологом, и соответствующее свидетельство о том, что он действительно работал с психологом, и так далее. То есть только реальные поступки по корректированию и изменению своего поведения можно воспринимать как стремление, желание вашего мужчины что-то сделать, что-то поменять, и так далее. Если он ничего этого делать не захочет, то вам, естественно, рисковать не стоит, потому что слишком много поставлено на карту в данном случае. Это ваш ребенок, его комфорт, его привычная школа и привычная среда, потому что ни для кого не секрет, насколько болезненно для ребенка переезд в другую школу и, соответственно, новые друзья и так далее, и так далее, и так далее. Я думаю, что вам нужно поступить именно так, и в зависимости уже от реакции мужчины на ваше предложение, в зависимости уже от того, как он будет себя вести, в зависимости от того, какие поступки он примет, вам уже нужно будет принимать решение. То есть, если он, например, что-то сделает, тогда можно действительно увидеть его стремление сохранить отношения. Если же вы увидите, что он ничего не делает и все остается как третий, то тогда получается, что за отношения боретесь и переживаете только вы. И это нехорошо, потому что вы несете ответственность не только за себя, но и за ребенка. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует...